Здравствуйте, с вами Нестерович Екатерина и это новости in Poland. Из нашего сегодняшнего выпуска вы узнаете. Польша теперь находится в красной зоне. Протест к гастрономии в связи с нововведенными ограничениями. Выставка под названием «Общее благо Вроцлава», «Общенациональный протест женщин» и во Вроцлаве открылись два потрясающих катка. Премьер-министр Матеуш Моровецкий в пятницу перед полуднем представил новые ограничения в связи с волнообразным ростом числа коронавирусных инфекций. Быстрый рост числа инфекций означает, что правительство вводит все больше ограничений и запретов. К сожалению, ситуация по-прежнему плохая и динамичная. Сегодня произошло очередное увеличение числа инфицированных, сказал премьер-министр Матеуш Моровецкий. Он подчеркнул, что число погибших также велико и что правительство должно действовать решительно. Субботы 24 октября на всю Польшу действуют ограничения красной зоны, поэтому вводятся новые и более строгие запреты. Ученики 4-8 классов начальной школы переходят на дистанционное обучение. С 8 утра до 4 вечера дети до 16 лет могут находиться на улице только в сопровождении взрослых. Высшие учебные заведения и средние школы будут вести обучение исключительно на дистанционной основе. Спортивные события могут проводиться, но без зрителей. В кинотеатрах и на культурных событиях не более 25 занятых мест. Закрыты спортзалы, аквапарки, бассейны, закрыты санатории, закрыты рестораны, бары и кафе. Еду можно подавать только на вынос. Во время различных семейных и других торжеств или мероприятий в общественных местах разрешается собираться не более 5 человек, которые не принадлежат к одной семье. Ограничена свобода передвижения лиц старше 70 лет, за исключением ситуации, когда речь идет о решении самых необходимых текущих дел повседневной жизни и похода в костел или другие религиозные учреждения. Данные ограничения будут действовать около двух недель. Если они не принесут желаемых результатов, будут введены дополнительные ограничения. В Польше запретили перерывать беременность из-за врожденных генетических дефектов у плода. Такое решение принял Конституционный суд, признав эту меру не соответствующей Конституции страны. С просьбой рассмотреть этот вопрос к Конституционному суду обратилась группа депутатов парламента, обосновав это тем, что такие аборты являются неуважением к норме о защите человеческой жизни. За значительное ограничение возможностей женщин и против абортов даже в случае выявления у плода каких-либо патологий выступают представители правящей в Польше партии закон и справедливость, располагающий большинством голосов в парламенте. Противники такого подхода считают недопустимым заставлять женщин рожать детей, у которых нет шансов на нормальную жизнь. Поэтому в Польше уже несколько дней проходит волна протестов. Врослав не остался в стороне. В понедельник в пять вечеров началась блокада города. Блокада выполнялась по-разному. Протест автомобилей стартовал у врославской оперы. На некоторых автомобилях были приклеены плакаты или характерные молнии, символизирующие протестующих. Другая форма – это протест мотоциклистов, который начался в районе стадиона Врослав. Также через город прошел марш. Пешеходная демонстрация началась около галереи доминиканской и двинулась в сторону острова Тумского. Много людей собралось в районе площади Иоанна Павла II. Площадь была непроходима и стоящие на ней демонстранты стреляли сигнальными ракетами и петардами. Некоторые из протестующих вышли на Пляж Солидарности, где находится Врославское отделение права и справедливости. Среди криков демонстрантов можно было услышать такие лозунги, как «Я думаю, я чувствую, я решаю», «Избиратели пис», «Начните думать» и многие другие. Из-за масштабного характера мероприятия трудно оценить, сколько человек участвовало в протесте. Официальных данных по этому поводу полиция не предоставляет, но по разным неофициальным оценкам это могло быть от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч человек. Сами организаторы сообщают, что в акциях протеста могли принять участие до 100 тысяч человек. Это был еще один день протестов после того, как Конституционный суд постановил, что аборт из-за серьезных дефектов плода несовместим с польской Конституцией. Граждане Врослава, которые не согласны с этим приговором, встретились в пятницу перед главным железнодорожным вокзалом, а после того, как их демонстрация была отменена по санитарным причинам, протестующие пикетировали на улицах города, направляясь к штаб-квартире ПИС. В субботу перед Врославской курией прошла демонстрация, а в воскресенье активисты провели саботаж в церквях. В пятницу, 23 октября, на рыночной площади были выставлены стулья с зажженными свечами. Это символ упадка индустрии общественного питания во Врославе. Своим протестом рестораторы просили помощь от государства, которое выдало указ о закрытии гастрономии. «Мертвые стулья, которые мы поставили перед нашими ресторанами, а также зажженные свечи, должны привлечь внимание к тому факту, что приказ о закрытии, который, скорее всего, вступит в силу с понедельника, это смерть гастрономии», — сказал Збигнев Добок, президент Ассоциации «Наш рынок» и владелец одного из ресторанов в центре города. Как он объяснил, с марта этого года рестораны не могут работать в нормальном режиме и получать прибыль, которая позволила бы им поддержать свой бизнес. «Як-найбардей брали мы участвуем в этом протесте, ставили свои кресла и были бычны на протесте». «Який главный путь был этого протеста?» «Рестораты гарантируют, что они не являются антикоррономами. А лишь очень хотят немедленной поддержки в вопросах зарплат для сотрудников при остановлении отчислений на социальное обеспечение и помощи для отрасли, попадающих под исключение путем предоставления ряда безвозвратных или беспроцентных суд. Акция протеста направлена на мирное художественное внимание к нашим проблемам. «Мы не поддерживаем блокирование дорог и усложнение жизни горожанам, которых уже мучают эту трагическую ситуацию», — уверяет Збигнев Добек. 9 октября в галерее дизайн БВА Вроцлав проходит выставка, посвященная вроцлавской букве «В». «Та выстава дотицы едной литеры «В», которая, как оказалось, первый раз появилась в przestрени миста в XIV веке. И потом она эволуировала, просто так мощно себя закоренила в świadomoсти, что от этих тач и от этих рыцарских зброек началась быть умещена на будинках». В рамках выставки вы сможете найти признаки жизненной силы, вроцлавности и самоотверженности в коммерчествах пространстве города. Словом, вы будете искать общее благо. А эмблемой является удивительно упругая энергичная буква ВУ, железная точка в регистре иконографии Вроцлава, которая была, есть и будет в моде. В рамках культивирования местной ностальгии или мифологии можно проверить, какие символы Вроцлава вам близки. На выставке есть возможность проследить разнообразие дизайна в использовании буквы ВУ на примере более 70 проектов. Другим целом является эдукация, то есть объяснение зрителям, где это ВУ взяло, как оно присутствовало до времени, до времени, в которых была помещена. Выставка, состоящая из лайтбоксов, основана на публикациях о вроцлавских буквах ВУ. Авторы этой коллекции – Лукаш Валавендер и Марьян Мисек, вроцлавские дизайнеры и пропагандисты местной визуальной культуры. Буква ВУ – вечный символ Вроцлава, своего рода лайтмотив, для идентификации этого города, с которым давно пора сблизиться. Выставку «Общая блага ВУ» можно будет посмотреть в галерии дизайн БВА Вроцлав до 3 января, со вторника по воскресенье с 11 утра до 6 вечера. Вход на выставку бесплатный. В субботу, 24 октября, во Вроцлаве открылись два ледовых катка «Списка» и «Орбита». В этом году для пункта проката закуплено новое оборудование – около 200 пар коньков. Для самых маленьких детей также есть возможность арендовать коньки. Все оборудование дезинфицируется на постоянной основе персоналом катка. Часы работы катков – с понедельника по пятницу с 4 вечера до 10 вечера, а в субботу, воскресенье и праздничные дни с 8 утра до 10 вечера. Перед тем, как отправиться на каток, уточняйте актуальный график бронирования на сайте. График выхода на каток включает технические перерывы для очистки льда и дезинфекции помещений и оборудования. Что касается стоимости билетов, то по понедельникам в рамках дешевого катания цена за билет – 11 злотых. Однако скидка не действует во время зимних каникул и в праздничные дни. Со вторника по пятницу обычный билет стоит 16 злотых, а льготный или семейный билет – 14 злотых за час. В выходные и праздничные дни цена за билет составляет 20 злотых, а льготный и семейный билет – 18 злотых за час. Также на катках принимаются карты Мультиспорт, Фитпрофит и Оксистем. Это были новости недели. Смотрите нас каждую среду, чтобы быть в курсе актуальных событий. И, конечно же, не забывайте подписаться! Субтитры создавал DimaTorzok